Здравствуйте, друзья! Это стартап от АДОЯ, онлайн-руководство по созданию и развитию успешного стартапа, разработанное совместно с международной деловой сетью для стартапов и инвесторов InMind. InMind объединяет профессионалов в области инноваций, помогает стартапам найти инвестора, ментор или эксперта, дает инструменты и ресурсы для роста и развития инновационных стартапов, помогает инвесторам с экспертизой проектов и due diligence. Я Евгений Романенко, сайт Tetrasales.ru, и наш спикер сегодня Владислав Лурье, управляющий партнером юридической фирмы Norland Legal. Владислав, приветствую вас! Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, уважаемые слушатели! Говорим сегодня про риски регулирования нового метода крипто-краудфандинга, ловящего хайп в году 2017, ну и занявшего место на земном шаре, активно развивающего и пытающегося жить и регулироваться. Владислав, тема регулирования ICO очень мутна, в разных странах законодательные нормы отличаются, США и Сингапур, тему усложнили, скитание нам вообще запретил. Владислав, какая страна сейчас лучшее место резиденции стартапов, выходящих на ICO? И что скажете по поводу Швейцарии, где у нас базируется InMind? Спасибо за вопрос, потому что это наиболее, наверное, частый вопрос, который к нам приходят клиенты, причем как вечерные фонды, создать себе стартапы, спрашивают нас о какой-то универсальной юрисдикции, в которой было бы все хорошо, которая бы подходила для ICO. Поэтому, наверное, первое, что мы объясняем, что не существует какой-то волшебной, лучшей со всех точек зрения юрисдикции, которую стоит выбирать всем проектом для проведения ICO. Существует, ну, как минимум три, наверное, критерия основных я бы назвал. То есть первое, да, это лояльность к криптовалютам в целом, к краудфандингу в виде ICO в частности. Второе – это налоговые последствия для проекта, то есть он, в общем-то, связан с тем, какая юридическая природа у токена в той или иной стране, от этого зависит налоговые последствия. Ну, и третье – это некая такая печать одобрения. То есть это юрисдикция, посмотрев на которую, потенциальный покупатель токена понимает, да, стоит иметь дело или нет, что-то тут нечистое или непонятно. Ну, с точки зрения дружественной юрисдикции, вот, говорят, Азия самая такая дружная, и вот Швейцария, вот можно ли так выразиться? А самые недружественные юрисдикции такие? Ну, смотрите, там у всех на слуху, да, Сингапур и Швейцария, если можно так выразиться, это некие такие центры децентрализации, такой, суммарон такая шутка ходит в сети. И, в первую очередь, да, Швейцария, наверное, стала известна российскому предпринимателю как центра блокчейна, благодаря эфириуму. Она по-прежнему остается таким центром, но при этом она не слишком популярна именно как место регистрации компаний, которые проводят токен сейл. по нашему мнению, поскольку в целом страна достаточно дорогая, обладает уникальной, наверное, инфраструктурой для проектов, которые развивают какие-то блокчейн-технологии, но с точки зрения краудфандинга мы не видим каких-то очевидных преимуществ у Швейцарии по сравнению с другими юрисдикциями, которые целенаправленно пытаются привлечь проекты, которые делает ICO, и инвесторов, которые в них инвестируют, например, Гибралтар. То есть Гибралтар носит изменения в свое законодательство, причем он начал это делать не в 17-м году, а в 13-м, 14-м году, для того, чтобы привлечь к себе криптоиндустрию. В последнее время этим также стали заниматься остров Мэн, отчасти Люксембург, хотя Люксембург, конечно, гораздо более консервативная юридикция. Особняком стоит Сингапур. На удивление, страна по-прежнему популярна у проектов, которые идут на ICO, даже уже после разъяснений МАРСа. Я не так давно там был, у меня довольно много там было встреч, я пытался понять, в чем же секрет, в чем фишка юрисдикции, спрашивал и юристов, и у инвестиционного сообщества. Значит, ответа мне дать не смогли коллеги. Насколько я понимаю, скорее, это некая мода, которая пошла после размещения там блокчейн-кэпитал американского фонда крипто, который, ну, имеет очень большой вес, очень большую популярность среди сообщества. Ну, плюс некое такое окно в Азию, поскольку азиатский инвестор имеет большой вес. Ну, и плюс репутация признанного финтек-хаба, причем мирового, не только азиатского. То есть мы видим, что для стартапов, так или иначе связанных с финтеком, Сингапур по-прежнему очень популярен, потому что в этом случае команда рассматривает его не просто как некую площадку для регистрации SPV, но и как место, где они могут базироваться в дальнейшем, могут привлекать местных экспертов, инвесторов, пользоваться всеми преимущественной инфраструктурой. Спасибо за этот тонкий институальный сарказм по поводу центров децентрализации, с вашего позволения, позаимствую. Очень образно и указывает на главную философскую проблему, содержащуюся здесь. Существует ли некий чек-лист для стартапов крупными мазками по юридическим аспектам выхода на ICO? Он может быть для бизнеса, который для стартапов классического, и для бизнеса, который уже худо-бедно работает, вот решил в ICO войти. Давайте, скажем, что нужно ему обязательно предусмотреть. Я бы не сказал, что этот чек-лист сильно отличается, поскольку и стартапы, и бизнес, да, где-то слышали о том, что желательно, чтобы их токен не был ценной бумагой, но не очень глубоко понимают, почему и с чем это связано. Наоборот, я бы сказал, даже чаще реальный бизнес приходит к нам с историей о том, что мы не какие-то школьники, которые что-то придумали и пытаются привлечь денег, у нас тут реальный бизнес, поэтому наши токены будут обеспечены реальным доходом, то есть покупатель будет получать, по сути, экономические дивиденды. Нам приходится объяснять, что дивиденды – это просто выпускайте ценные бумаги, не нужно выпускать токены. Это две разные модели абсолютно. Поэтому первое, о чем мы говорим всем проектам, это необходимость определиться с экономической моделью, как следствие юридической модели токенов. То есть является ли он все-таки ценной бумагой или нет. Если, скорее всего, по всем известным тестам американским это ценная бумага, то мы очень не рекомендуем прятать голову в песок, писать там в white paper, что, пожалуйста, американские граждане или китайские, не покупайте его с ценной бумагой. Пожалуйста, соблюдайте законодательство. Такие примеры, такая тенденция уже есть, насколько мы видим. Вот последнее размещение, насколько мы смотрели. Смотрели в H&D в Штатах, то есть некое такое исключение, которое позволяет не регистрировать проспект ценных бумаг в СЭКе, но при этом продавать ценные бумаги аккредитованным инвесторам. То есть инвесторы, которые соответствуют определенным требованиям к доходу и квалификации. Поэтому первое, что мы помогаем и советуем делать командам, выходящим на SEO, это определиться с природой токена. И именно исходя из его природы, строить всю дальнейшую модель размещения. Исходя из этого, собственно, следует выбирать резидикцию, исходя из этого следует оценивать налоговые последствия, исходя из этого следует понимать, среди кого лучше размещать эти токены. То есть если вы пытаетесь сделать, чтобы этот токен не был ценной бумагой, то нужно, соответственно, минимизировать эти риски, чтобы он был продуктовым утилити токеном, придумать ему какую-то внутреннюю для этой экосистемы ценность, уйти по возможности от такого массированного маркетинга, агрессивного, потому что именно это SEC отвечает, как один из признаков продажи ценных бумаг. И желательно, в принципе, продавать в первую очередь среди того сообщества, которое, по идее, уже должно сложиться вокруг вашего стартапа, вокруг вашего проекта. Удачный пример – это проект-индикатор, которые решили полностью отказаться от такого полноценного краудфандинга, предпочтя размещения среди их аналитиков, которые учатся на развитие платформы. То есть львиная доля токенов уйдет на поощрение тех людей, тех участников системы, которые развивают эту платформу и какая-то незначительная часть на общий рынок попадет. На наш взгляд, это очень такой правильный подход – показать, что суть проводимого мероприятия – не собрать энную сумму денег с кого угодно и потратить ее неизвестно на что. А суть – это собрать какие-то средства на доработку уже существующей платформы среди тех людей, которые уже пользуются этой платформой, которые будут продолжать пользоваться. И благодаря обороту этих токенов, возможно, приведут других последователей, других фанатов этой системы. Есть ли какие-то рекомендации по поводу самой удобной организационно-правовой формы юридического лица для проведения ICO и в том числе и про офшорную юрисдикцию тоже? Давайте затронем, нужно ли туда смотреть. Если формы, то, на наш взгляд, здесь вариантов особо нет. Логично использовать закрытую компанию, как компанию Limited by Shares, то есть не публичную компанию. Потому что если это уже публичная компания, то, скорее всего, размещение токенов нужно будет, во-первых, согласовывать со всеми миноритарными функционерами, во-вторых, наличие обращающихся токенов, даже если это не ценные бумаги. На мой взгляд, по некой своей бизнес-логике, противоречит публичному обращению, размещению ценных бумаг этого открытого общества. То есть есть некие такие две группы мелких держателей, токенов, ценных бумаг, которые будут пытаться каким-то образом влиять на общество, оказывать на него какое-то воздействие. На мой взгляд, следует определиться, по какому пути вы идете. Либо размещаете, вы публичная компания, вы размещаете свои акции, либо вы не публичная компания, вы размещаете токены, дорабатываете свой продукт, выкупаете эти токены через buyback, либо каким-то образом иначе, и выходите уже на биржу полноценную, классическую, и размещаете там, в ходе IPO, становитесь публичной компанией. Что касается офшоров, ну, это некий такой другой полис, противоположность Швейцарии, той же, да, о которой мы говорили, то есть вот такой полной прозрачности к полной, ну, я бы сказал, непрозрачности. То есть есть примеры удачных ICO-компаний, которые проходят на базе компании, зарегистрированные в офшоре. Вот проект Голос, к примеру, если я не ошибаюсь, они в Белизе регистрировали своего токенизатора. Трактически и юридически возможно, но для инвестора это некий такой признак, что, ну, здесь нет некой гарантии одобрения, что ли, от сообщества, включая регулятора соответствующей юрисдикции данного проекта. Поэтому, ну, мы бы рекомендовали так осторожно относиться к таким прям совсем классическим офшором, хотя, на наш взгляд, нет препятствий проводить ICO в каких-то нейтральных странах типа Кипра, которые вроде бы как уже не офшоров формально, ну, и в котором нет никакого специального законодательства применительно криптовалюты. Не знаю, кто придумал аббревиатуру ICO, но, безусловно, он был не бесталантным маркетологом, поскольку аналогия с IPO понятным. Игорь Каму Сурии, безусловно, прослеживается. Ряд экспертов считает, что это сравнение некорректно чуть менее, чем полностью. Что вы думаете по поводу этой аналогии? Ну, мы скорее склонны согласиться с этими экспертами, которые считают, что такое сравнение некорректно. Мы думаем, что причина его появления скорее простота употребления этой аббревиатуры, чем, ну, отражение экономической, юридической и сути этого мероприятия. Что такое ICO? По сути, это краудфандинг, который просто нашел некую удобную для него цифровую оболочку. То есть это молодая компания, у которой продукт находится в стадии разработки, либо в стадии самого начального роста, которой нужны деньги для его доработки, расширения, масштабирования, выхода на рынок. Как правило, это абсолютно не публичная компания. Ну, в продолжении того, о чем мы только что говорили, она не применяет какие-то высокие стандарты корпоративного управления, какие-то кодексы корпоративной этики, у нее нет независимых директоров, хотя есть некие попытки сделать такой аналог за счет адвайзеров, но тем не менее, с точки зрения всей бизнес-логики, на мой взгляд, это абсолютно другая модель в развитии компании, когда она становится известной всему, так скажем, узкому сообществу, в начальный этап ее развития, получает деньги на становление, и потом, собственно, ей ничего не мешает сделать IPO, которое проходит совсем по другим уже стандартам, канонам. Ваша компания в том числе занимается и сопровождением стартапов, выходящих на SEO. С какими самыми частыми вопросами, типичными к вам обращаются стартапы? Ну, как я уже говорил, к нам часто просят рекомендовать какую-то волшебную юрисдикцию, которую можно проводить SEO. В этом плане мы делаем такую образовательную работу, говорят, что, в общем-то, все зависит не от юрисдикции, такой, универсальной юрисдикции просто не существует, вам нужно просто правильно работать на экономической модель и юридической модели вашего токена. Другие вопросы, собственно, как провести прессе, что это такое, как оно бывает. Ну, здесь мы рассказываем, что, в принципе, прессе — это, опять же, такой собирательный термин, под которым может пониматься самые разные модели, как просто привлечение equity к частных инвесторов, так и мини-ICO с электронным кошельком, с продажей токенов, с упрощенной lightpaper. В общем, этот вопрос часто волнует, потому что, ну, многие команды хотят получить какое-то фондирование для проведения собственного качественного ICO, для привлечения инвесторов. Ну, и, как я уже говорил, естественно, вопрос налогов всех интересует, потому что все понимают, что определенные последствия будут, важно понять, где они будут, на каком этапе валюты, на этапе ее конвертации, на этапе ее... операционный бизнес, здесь, как правило, сотрудничаем с кем-то, с коллег, с узких налоговых специалистов. Ну, это, наверное, основные вопросы. Когда вы делаете due diligence white paper, этих стартапов, на что вы обращаете внимание в первую очередь, поделитесь с инвесторами, которые тоже пытаются их читать, не все понимают, не знают, куда смотреть, на что им обязательно нужно смотреть в этих документах. Да, это интересный момент. Поскольку, если на первоначальном этапе такого хайпа ICO инвесторами были какие-то непрофессиональные частные инвесторы, люди, которые просто инвестировали в свои собственные накопления, то сейчас мы видим, что рынок профессионализируется, институт анализируется, на него выходят фонды, и фонды пытаются подходить, собственно, ну, с таким же лекалом к стартапам, проводящим ICO, как они это делают в классической экономике, когда к ним приходит какой-то стартап. И во многом, собственно, это правильно понятен, оправдан. Нужно смотреть, опять же, на команду, нужно смотреть на идею, нужно смотреть, в какой стадии разработки находится сейчас продукт. Есть некоторые такие абсолютно специфические к ICO. Первое – это, опять же, для себя токен, то есть если это ценная бумага, если есть большинство критериев, признаков, которые говорят, что, по сути, это привлечение инвестиций, то, соответственно, нужно соблюдать соответствующее регулирование. если инвестор, фонд особенно не хочется столкнуться с той ситуацией, которая в Китае, допустим, произошла, когда всем командам, которые провели ICO, сказали, что, знаете, это все было незаконно, пожалуйста, прекратите, верните инвесторам все их деньги. рекомендуем инвесторам обязательно смотреть на не просто на прибыльность проекта, как бы это было в обычной классической экономике, но и, собственно, как структурирован краудсейл, какая модель выбрала команды, что зашито в токен и как это обеспечено. Ну и, во-вторых, мы рекомендуем смотреть, собственно, каким образом юридическая часть из обычного договора бумажного перенесена в тот самый смарт-контракт. Кто-то техническая команда, которая обеспечивает написание смарт-контрактов, обеспечивает их бесперебойную работу, ощущая от различных хакерских атак, просто ошибок и так далее. Это тоже нюанс, о котором не все венчурные фонды классические помнят, когда они имеют дело с ICO. Феномен KYC или Know Your Client, известный в традиционном мире. Как его нужно рассматривать в контексте ICO и какие специфические проблемы с его наличием здесь могут возникнуть у ICO-статтамов? Это интересный момент. То есть, насколько мы видим, при самом начале такого вот хайпа ICO полноценного KYC, антимайн-лаундеринг, практически не было. Ну, то есть, за исключением нескольких проектов, для которых KYC нужен был для последующих, чтобы показать какому-то финансовому регулятору, допустим, проект, который создавали цифровые банки. Да, они проводили KYC, то частично, то есть, каких-то наиболее крупных инвесторов. Остальные проекты полагались на то, что это полностью анонимная среда, и в этом ее плюс. Входим к KYC, но зато у нас более широкий охват инвесторов, мы благодаря этому собираем большие суммы и не планируем менять свой подход, потому что, ну, в этом суть крипто-сообщества, в этом суть, собственно, ICO, его отличие от классических моделей краудфандинга. То, что мы видим сейчас, отношение KYC и соблюдение антимонио-аундеринг процедурам постепенно меняется, возможно, отчасти благодаря предостережениям регуляторов, возможно, из-за того, что проекты сталкиваются с тем, что открытие счетов в банках и последующие зачисления на счета денег очень осложнено в случае, если не проводилось KYC на этапе сбора криптовалюты. Поэтому, на мой взгляд, на данный момент уже формируется некий консенсус о том, что KYC делать нужно. Это не является какой-то специфической фишкой блокчейн-индустрии. Да, анонимность это замечательно, но если вы хотите, чтобы у вас потом ваша компания имела возможность сконвертировать криптовалюты фиат, имела возможность расплачиваться с подрядчиками этими деньгами, имела возможность в дальнейшем привлечь классического инвестора, имела возможность в дальнейшем выйти на IPO. Люди диллежинса вам наверняка будет задавать вопрос, проводили ли вы KYC, у вас сложились, не были ли какие-то санкционные люди или совсем какие-то непрозрачные, непонятные структуры, поэтому мы видим, что потихоньку здесь консенсус складывается, что KYC делать нужно, и мы как юристы, безусловно, всегда советуем это делать и приветствуем это тенденцию, поскольку на наш взгляд это шаг к легализации этой индустрии, и чем раньше произойдет такая самоорганизация, чем раньше стартапы, уходящие на ICO будут сделать стопроцентный KYC, тем лучше, на ваш взгляд. Какие главные тренды вы точно уже прослеживаете в области юридического регулирования ICO на ближайшие года полтора, до конца 2017-го и 2018-го? Какие, если с этим, три главные рекомендации вы дали бы тем, кто будет точно выходить на ICO в это время? если говорить если говорить о подходах, которые разные законодатели демонстрируют по отношению к ICO и законодатели и регуляторы, то мы видим, что происходит некая такая дифференциация. в следующие годы подход был такой понаблюдать, посмотреть, что будет, то сейчас мы видим, что в основном большинство юрисдикций, которые так или иначе сопряжены с этой индустрией, выработали свой подход. Подход либо негативный, как у Китая, все запретить, все нельзя и верните все обратно. Либо целенаправленно лояльный, как у Гибралтара, как у острого Мэна, отчасти у Швейцарии, Луксембурга и других некоторых стран. Либо такой нейтрально рекомендательный, да, где выпускает предупреждение для инвесторов о том, что, да, оборот криптовалюты не запрещен, но поскольку есть некий правой вакуум, поскольку выпуски не проходят через регистрацию регулятора, покупка инвестиций в такого рода объекты с точки зрения сопряжена с определенными юридическими рисками. ну и мы видим, что происходит опять же некая профессионализация с точки зрения допуска к обороту таких инструментов. Все страны достаточно в целом осторожны, кроме отдельных государств, которые целенаправленно опять же пытаются привлечь криптоинвесторов. Мы знаем, что тот же Гибралтар переводит полностью свою фондовую биржу на блокчейн, направлено привлекать туда ICO проекты для размещения в дальнейшем мы полагаем, что и криптовалюту. Поэтому в качестве рекомендации мы бы рекомендовали и инвесторам, и стартапам, чтобы смотреть в долгую, то есть при выборе юрисдикции смотреть на некую стратегическую позицию юрисдикции по отношению к криптовалютам. Мы рекомендуем уже более тщательно взвешенно относиться к правовой природе токена. То есть если это ценная бумага, то не следует идти тем путем проекты, то есть просто попытка заблокировать технические IP-адреса и сделать вид, что вы соблюдаете законодательство. И мы рекомендуем естественно привлекать советников, поскольку юридические риски всем понятны. если вы живете в стране, в которой законодательство очень быстро может мгновенно измениться, оно высказывает противоположные точки зрения, вы очевидно профессиональный консультант, который поможет вам спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации и помочь избежать очевидных рисков. Кстати, о живущих в стране вопрос актуальный, особенно для русскоязычных стартапов. если физических основателей люди все в России делают, они где-то в иностранной юридическом юридическом возникает ли у этих людей некие специфические страновые юридические риски, связанные именно с российской позицией по поводу ICO, которая волатильнее меняется? Дайте совет. С точки зрения проведения ICO, если оно происходит за границей, то, на мой взгляд, каких-то специфических страновых рисков здесь нет. которые применимы гражданину любой другой страны, теоретически покупка либо проведение ICO может быть запрещено в любой стране, но специфические страновые риски, наверное, нужно учитывать, если вы пытаетесь сделать какие-то обменные операции, если вы пытаетесь продавать какие-то ваши продукты или услуги за криптовалюту. Здесь мы видим, что у российского государства, регуляторов и правоохраненных органов однозначно негативное к этому отношение, поэтому любую деятельность, связанную с биржами, криптовалюту мы бы не рекомендовали в России. Это был Владислав Лурия, управляющий партнер юридической фирмы Nordland Legal в программе Startup от Адуя онлайн-руководства по созданию и развитию успешного стартапа, разработанного совместно с InMind. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Завените, в другие выпуски Startup от Адуя этого уникального всех отношениях онлайн-руководства, аналогов, которым вы в Ронете не найдете, если вы собираетесь проводить айсет. Теперь вы больше знаете о том, что происходит в этой индустрии и куда все движется. Удачи вам и успешных вам краудфандингов с минимальными юридическими рисками. Всем пока. Спасибо.